Добрый вечер! Добрый вечер! Уважаемые болельщики лады! Сегодня первая доночная игра в ночь! Кайлд на синей линии ждет момента для броска, получает шайбу. И гол! Вот все-таки Металлурка забивает шайбу в ворот от Альятинской лады. Реализует новокузнечане большинство. И вот все-таки Малиновский активный в этой смене добивается успеха. Тивен, Металлурка на старте этого матча. Но теоретические шансы есть еще у новокузнечан. Три в одного выход у Лады к воротам! Бросок! Еще момент передачи на пятак, а там уже никого нет. Ух ты! Здорово Кореев играет. И еще момент! Гол! Лада быстро сравнивает счет. Все-таки додавили, продавили они пятак! И 1-1. Да, удается все-таки стартовому звену на Лады забросить шайбу. И принимают хоккеисты первые тройки на птенцов. И вот только сейчас Огурцов играет на ближнего. Быстрая атака Лады может получиться. Три в три. Стремцов играет. Дальше и гол! Вот это здорово! Как там увидели Антона Шенфельда на дальней штанге? Киисты Лады и 2-1. Очень красивая шайба Тольятинцев. Ну и отметим, конечно, шикарную передачу на дальнюю штангу. И Антон Шенфельд выводит Тольятинцев. Пока нет бросков портом Иванникова. Неплохо держат шайбу. Комбинирует новокузнечание. И вот прессинг венчал с успехом. Бросок Иванников. Спасает свою команду. Какой момент сейчас был у Константина Турукина. Здорово, Иванников. Достаточно, вы видите, далеко выкатился из ворот. В Питеру. И теперь уже можно подумать Тольятинцам об атаке. Неплохо. Выходят они в чужую зону. Здорово! И диагональная передача. Но почему бы самому не попытаться бросить Георгию Белоусову? Как он здорово. Не могут пока никак взломать. Хитроумные передачи итальятинцы. И гол. Все-таки гол. Отбивает перед собой Кариев. И добивание с пятака. И опять недоволен Сергей Светлов. Ну, доволен он, конечно. Но говорит, сколько вы мне крови выпили, ребятушки. Коман... Лада в углу площадки. Все-таки выбираются. Но поздновато уже. Выходит пятый полевой. Ой, здорово! И гол! Шикарно! Шикарная пауза. И Лада уже впереди 4-1. Уже вышел пятый полевой. Ну, атака, как говорится, накатывала и своей последней, самой высокой волной на ворота Кореева. Ииииии... Пошлись вот эти удаления, конечно, гостям. Фактически оба удаления реализованы. Ошибка! Гол! 5-1! И Кореева, наверное, сейчас будут менять. Да. Шикарный отрезок Тольяттинской Лады. За какие-то секунды буквально. Металлург рассыпается. Удаление. Сыграли ключевую роль, наверное, уже, можем мы говорить, в победе Лады сегодня. Конечно, сами виноваты новокузнечане. Итак, 5-1. 5-1. Лада впереди. Какие-то секунды у нас кардинально все поменялось. Итак, бросок. Иииииии... Как сейчас... Как сейчас здорово. Новокузнецк все разыграл. И в пустые ворота отправлена шайба. 5-2. Да. Рассверепел Ансель Галимов. И сокращает разрыв Райнстон. Вот, может быть, что-то о себе он расскажет этой передачей. И четкой не хватило точности. Еще бросок и гол. Бросок и гол. Прошивают Иванникова. 5-3. Но игрок в площади ворот мне мешал, говорит Иванников. Но вот, наконец-то, 100. Поучаствовал в заброшенной шайбе. Покритиковал я его. Но Николай Складниченко. Второй матч подряд отличается. Баранцев. Ошибка. Закрывает тут Малиновский борт. Опять Баранцев. Малиновский за воротами. Неплохо подключался сейчас защитник. И... Здорово. Лада убегает в контратаку. Передача в центр. Бросок. И... Все-таки шайба в воротах. Все-таки вот Лада умеет продавливать пятак. Умеет. Ничего не скажешь. И не удалось там Ложкиной компании отстоять свои ворота. 6-3. Эта шайба окончательно, наверное, успокоит Металлург. Хотя, не думаю, что становится удаление сегодня команду Германа Титова. Ну что ж, дорогие друзья, большое всем спасибо за внимание. Вместе с вами за ходом этого матча наблюдал комментатор Олег Масалев.